Только отнести на помойку. Карагандинские инвалиды возмутились ходунками, которые получили через портал социальных услуг. Люди жалуются на низкое качество и хлипкость конструкции. Поскольку ходунки обходятся госбюджету и почему на портале нет выбора, Людмила Батюшкина разбиралась. Вот это ходунок, вот это дерево, вот это все, это опорные моменты, на которые ребенок тяжелый встал. Он может просто угробиться, убиться. Юлию Дневарову возмущает не только качество ходунков, но и их цена. Госбюджет платит за них поставщику 92 тысячи тенге. Юлия ходунки вернула, но найти другие не смогла. На портале соцуслуг такого приспособления для людей ростом выше 140 сантиметров нет. Фактически вот эта вещь, которая ходунками называется, ее до помойки донести и выбросить, чтобы присобачить дверные ручки для ребенка, у которого спастика, человек, по моему мнению, вообще не сведущ во всем этом. Активисту Ниязу Сундиталееву врачи прописали санаторно-курортное лечение, но на портале не оказалось ни одного санатория, которым смог бы воспользоваться человек на инвалидном кресле. Их на руках заносят, где-то там люди помогают. Но вы представляете, в день, если там у тебя пятиразовое питание, а пищевой блок недоступен, нету пануса, нету подъемника, пять раз в день тебя затаскивают. Портал социальных услуг запустили в Казахстане в начале этого года. Цель в том, чтобы человек с инвалидностью смог бы сам выбрать средства реабилитации или услугу у любого производителя, представленного на портале. В Министерстве труда претензии людей не понимают. Мол, на портале 18 производителей ходунков и 62 санатория. В Минтруда советуют просто отказываться от плохих услуг и приспособлений и оставлять отзывы. Мол, тогда поставщику запретят работать на портале год. Насчет санатория в ведомстве тоже предложили очень простое на словах решение – написать заявление в областной департамент труда и соцзащиты, и тот обяжет хозяев построить пандусы и подъемники.